Приветствую вас! И скажу сразу, что, наверное, вам, ну, скорее всего, вам захочется дополнить свой ответ, этот свой вопрос, еще раз. Заранее прошу меня простить, если я это не увижу, потому что, ну, когда клиенты дополняют свои вопросы, это не всегда удобно смотреть, к сожалению, ибо и ощущения об этом приходят не так, незаметно. Начал я с этого вот почему. Дело в том, что вы спрашиваете, вот стоит ли вам в день годовщины свадьбы выходить на связь с супругой бывшей? Вы знаете, однозначного ответа «да» или «нет» я бы давать не стал. Почему? Попробую объяснить. Дело в том, что вы в своем сообщении, в дополнении к вопросу, не раскрываете, наверное, самого главного. Вы не говорите о том, как ваша супруга сейчас, на данный момент, не имея к вам вот этого самого доверия, да, относится. Как она вас воспринимает? Негативно ли? Нейтрально? Как-то агрессивно? И прочее. Если она к вам относится спокойно, если она к вам относится без предупреждений, без предвзятостей, если вы, в принципе, неплохо общаетесь с ней, то в этом случае можно выйти с ней на связь и сказать «дорогая, сегодня я помню». Я помню, что в этот день начался самый счастливый этап в моей жизни, допустим, да, самый счастливый этап в моей жизни, и я безумно благодарен тебе за то, что ты дала мне возможность быть самым счастливым мужчиной на земле. Вот вы так скажете, вы же ничего от нее не требуете, верно? Вы же ничего у нее не просите, ни на что не намекаете. Вы просто человека благодарите. Вы просто показываете ему, что цените то время, что он провел рядом с вами, допустим. И с этой точки зрения, все хорошо. С этой точки зрения и выдам при таком варианте, вы можете выйти на связь и сказать ей примерно эти слова, или как-то по-другому их описать, как-то по-другому их преподнести, но суть передадите так. И это будет ей приятно. Это может быть послужит как раз-таки толчком к тому, чтобы налаживать дружеское отношение. Ведь вы поблагодарили ее как человек. Вот по-человечески поблагодарили вашего бывшего партнера за то, что он провел с вами время. Это абсолютно невинное с точки зрения вашего плана действие, но оно безусловно положительное. И если ваша бывшая супруга воспринимает вас хорошо, то есть без ярко выраженного негатива, то можно поступить так. А вот если она относится к вам настороженно, с недоверием, с негативом и общается с вами неохотно, имея какие-то обиды, претензии, может быть, что-то еще, вот тогда, конечно, не стоит. Тогда, конечно, не нужно выходить с ней на связь в этот день, потому что для нее, еще по всей вероятности, эта дата представляет собой что-то негативное. И если вы напомните ей об этом дне, хотя она и так сама знает, да, то ничего кроме негатива и еще более настороженного поведения нет, свой адрес, вы не получите. Но напротив, напротив, она, может быть, усилит свою бдительность и скажет вам, если вы будете претворять свой план в жизни, что, а вот ты, наверное, мне специально сказал об этом дне, потому что надеюсь меня вернуть, так вот я не вернусь. То есть, понимаете, исходить нужно из отношения к вам, вашей бывшей супруге на данный момент. Вот как она к вам относится, так себя и вести с ней, так и выбирать поведение по отношению к годовщине свадьбы. Это все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.